Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. Девушки отдыхают. Тим Соник Рейсинг. О, ладбазер. Облысит и время рядом. Надо было, слышишь, пройти так быстро. Монологов нету? Так вот. По поводу Тим Соник Рейсинга. Я надеюсь... Ну, учитывая, что этот эпизод выйдет уже 5-го числа. И, скорее всего, я это на Сонике уже рассказал. Но если кто-то пропустил, там, из-за качества, что-то вроде... Ребят, в общем, я понял, почему на стримах по Соник Рейсинг идет такое низкое качество именно во время гонок. То есть не во время, там, вот, меню, экрана, настойка, перестойка. А вот именно во время гонок. Я очень долго, кстати, возился все утро сейчас перед записями Лары. То есть 4-го числа утром, пока вы смотрели предыдущий эпизод. Который вышел, к сожалению... Ну, премьера там состоялась тоже из Ютуба на несколько часов раньше. В общем, да, Ютуб вообще виноват. Он ставит... Он там ставит оси кодек какой-то при трансляции. Из-за того, что канал маленький у нас. То есть у него есть два типа кодеков, как я понял. Ну, из-за того, что раз насчитался, насмотрелся. И тем самым он ужимает качество. Ужимает качество наше. И становится плохо. При этом, при этом я обнаружил такую вещь. Я смог... Я почему, кстати... Вы, наверное, заметили, что я записываю нетрадиционно через стартовое меню. Мне нужно было сейчас проверить Лару. По одной простой причине. Я нашел настройки для того, чтобы грамотно записать на ПК отдельными видеофайлами. Соник Рейсинг именно файлами. То есть не стрим, а файлы. Чтобы можно было, если что, там сюжетку записывать. То есть качество великолепное. Я проверял на низких гонах сегодня тоже все это время. И... Шикарная картинка вышла. Я, наверное, знаете, даже... Я, кстати, тестовые стримы тоже сохранил. Я, наверное, сделаю, знаете, обзор того, как YouTube портит свою платформу. Вот так это зову. Нет, YouTube, серьезно. Ты хочешь, чтобы люди приходили и смотрели тебя. Хочешь всем свою рекламу совывать? Пожалуйста. Но ты хотя бы не портит то, что люди хотят смотреть. Извините, ребят, просто реально накипел. Потому что я сейчас записываю, то реально вот... Это вот... После этого открытия. Расточенный ствол. Больше динамит позволяет выставить больше кое-что. Прекрасное дополнение. Как раз на тебе YouTube испытает. Коселек. Вкуснятина. Извиняюсь. Извиняюсь, извиняюсь. Я просто очень люблю кисель. Я очень люблю кисель. Не могу сейчас этим поделать. Моя слабость. Так. Можно посмотреть? Так. Обрыв связи, но... Лара. Извините, ребят. Нужно... Посмотреть, какого лешего я там что упустил. Вы это сейчас видели? Там это что-то есть. Так что давайте глянем быстренько, что там такое у нас. Так. Глянем. Надеюсь, монтажечка не будет слишком заметна. Так. Где этот документ? Я тебя не заметил. Ты так лежал открыто. Наши предки бежали сюда из Византии. Среди диких зарослей они едва не погибли. Но уцелели и нашли эту долину. И как они отблагодарили Господа за этот дар. Разобрали гору на камне и построили новую империю. Жалкое подобие той, что едва не погубило их. Но Бог низверг нас в пыль, как вавилонскую башню, и напомнил нам наше место. Мы научились слушать землю и стали хранителями, а не завоевателями. Земля же, в ответ, открыла нам свои тайны. Нужно лишь слушать. В общем, не зашло на них просветление. Я так понимаю, да? Как бы не трагично это звучало. Но в этом что-то есть. В этом что-то есть. К примеру, они могли бы, скажем, изучить, какие у них были ошибки при строительстве здания. Чтобы оно потом в дальнейшем больше не падало в воду. Но нет. Зачем нам это делать? Не нужно изучать ошибки. Это все дело рук шизофреничья. А что они-то реально? Пусть делает. Так, отлично. Да, я, наверное, сейчас еще немножечко осмотрюсь. Если никто не возражает. Нет, ну а... Ну, зона небольшая. Зона реально небольшая. И, соответственно, где-то здесь... Должны быть вот эти трубки. Обыкновенные трубки. И больше, и не меньше. Они просто должны висеть. А я должен их сбивать. Вот тут, к примеру, одна висела. Мы ее сбили. Еще парочка висела там в коридорах. Вот в этом большом. Куда мы сейчас туда зайдем. На всякий случай. То есть, получается, где-то здесь это все должно быть. Стоп. А, нет. Это палатки. Кура. Не беги в костер, а то сгоришь. Жалко будет, если кур сгорит. А кто там орет? Я же всех вроде всю зону зачистил. Так, осмотримся аккуратненько. Я просто хочу это испытание выполнить, чтобы потом сюда не приходить больше. Вы же знаете. Что мне здесь делать? Патрон собирать? Ну, можно, конечно. Но толку от этого-то. Тут в темноте, конечно... Черт ногу сломит. Их, как говорится, товарищи моржовы, что увидишь. Но попытаться-то стоит. Хотя, может быть, это, конечно, чуть дальше будет, в новых областях. Но я в этом сомневаюсь. Потому что... Вот если просто посмотреть сюда карту, вот здесь на карту, то эта секция уже не открывается полностью таковая. Значит, там, скорее всего... Значит, там, скорее всего, их не будет, вот этих трубок. Но если они только там будут, мы просто сейчас пройдем по катакомбам быстренько и ничего не потеряем. Стоп. А это что? А. Так. Луки, луки, луки. Луки, панки, миски, шибки. Извиняюсь, что-то нос зачесался. Походу... Из геншина мой нос перенесся еще и сюда. Мне кажется, мой нос адаптировался под лаву и начинает чуить сокровище. Не знаю, что я взял. Надеюсь, что-то ценное. Заработка на кредитах. А, подожди, это кто-то оставил заначку? О, не знал, что такое здесь возможно. То есть здесь люди оставляют заначки. Вот тут вот... Боковой вход. Да, смотри-ка. Здесь есть боковой вход. То есть вот тут будет какая-то зона проходная. Значит, нам, скорее всего, туда и надо будет. Будем потом вот сюда возвращаться. Скорее всего, будет зона к базовому лагерю. То есть это способ выхода обратно, я так понимаю. То есть получается, здесь я реально, что ли, все сбил? Все, что можно было? На всякий случай, вот так еще осмотримся аккуратненько. Не будем делать скоропостижные выводы. Может быть, что-то и не все я сжег. Здесь я вроде всех разобрал. Да ладно. Я утих. Я кого-то не облутал? Будь-то вы не можете. Ну ладно, кого-то не облутать. О, ля-ля. Здрасте. А что это у нас за катакомбы такие? Подождите, а тут есть проход в другую сторону? Да, тут и есть проход вот сюда. Но он закрыт. Но попасть можно было сюда, кстати. А для чего здесь сделали вот такой заход? Для чего? Для чего? Для чего сделали, а? Ну расскажите, для чего? Рация, что ли, где-то? Вроде нет. Да что делать тогда такой заход? Вот вопрос возникает. Вот вопрос на засыпку. Ну вот, вернулись. Недолго музыка гуляла, недолго музыка играла. Так. О, можно изучить? Ну конечно же. Это загадка. Но если я правильно поняла... Я же только жду оттуда. Ладно. Затем сходим потом. Этот заберем сейчас. 15 штук. Неплохо. А вот это я почитаю. Когда наши предки прибыли в эти места, здешние растения от высочайших деревьев до мельчайших грибов оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось, прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды и в гротах растут целебные травы. Из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Проба и ошибки делали. Так, а мы как-то туда, да, получается? Подождите, а здесь? А там нет других заходов сбоку? Ну, просто убедиться. О, кстати, я там что-то оставила. Что-то ведь лежит. И что у нас? Отец пропал. Минувшей ночью я рассказала ему о захватчиках и их оружии. С восходом солнца он пропал. Кирилл сказал, что вернется, но день уже на исходе, а отца никто не видел. Боюсь, как бы старый глупец не наломал дров. Сейчас он нужен нам больше, чем когда-либо. Да ладно. Ничего он не наломает. Хорошо вернулся. Те монеты мы заберем с вами потом. Они сразу на карте отмечены, так что я их не потеряю. Тот лагерь, скорее всего, мы сможем вернуть себе. Да-да-да-да-да-да-да. Конечно. 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 Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Три, два, один. Да ладно. А какой папа был? PPV. Титус. Попробуй как-нибудь привлечь их внимания. Предоставьте это мне. Я справлюсь. Привлечь внимание? Вертолетов? Ну, я даже не знаю. Это привлекло внимание? Вроде не похоже. Сейчас узнаем. Привлекло, не привлекло. Продолжение следует... 어치 логisin. Продолжение следует... А способ방 в основном. Собирление следует... ... ... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АААА! Ну всё! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня на всех хватит напаума! Ай, 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 ай! А, да! Надо было подлечиться, надо было сразу подлечиться. Сам видом это. Знаю, знаю, знаю. Кто-то стреляет сверху, что ли? Ага, вижу. Давай, выскачивай. Так, путь к башне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да сколько ж у вас здесь? Чёрт, расстреляли её подкупуть. Так, не переживайте, у меня ещё в термосе. Сюда! Нам нужно... О, заставь меня! Это лучший, живой, ещё огонь! Опа! Опа! Так, с парочкой разобрались. Так. Так. Отлично! Давай! Давай-давай-давай! О! Чёрт! Спиду выстрелили. Надо... То есть, надо... Не, подожди, а я уже прокачивал? Вроде прокачивал. Ладно, разберёмся. Сюда! Нам нужно огонь! Да, сейчас будет. Я под обстрелом! Прикрой меня! Папа! Разрушать огонь! По одной цели! Так... Я успел! Ладно. Будем действовать по старинке. Взрывными бомбами. Ну, ничего нет-то. Есть добро, будем пользоваться. Сюда! Там-на-там! Так! Там-на-там! Садим! 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 Так... Я... Садим! Меня стреляют! Садим! Садим! Так, давай! Давай! Лара! Мастери уже! Лара! 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 И ты тоже берегись! Вот! Майлс я тут все это время зачем? Вот был ответ на все вопросы. О! Здрасте! Тонкий инструмент. Получил новое содержание. Инструмент делал улучшение. Да, еще идет по дополнительному уровню. В общем, я получил все уровни модификации. Это хорошо! Так, давай! Так, давай! Забирай это все дело. Так, кого я не блутал? Кто вас? Ага! Толстяк! Так... Прямо в голову! Прямо в голову! Прямо в голову! Так, это все забрать. Сколько же их здесь? Чёртсь! Да уж. Перебили, так и перебили называется. О, блядь! О, джейв! Взрывных стрел мне на всех хватит. Ха-ха-ха! Так... Ах ты зараза, отыди сюда! Так... Где там гранатчик? Кому даёшь? А, вижу! Да! Метка стреляет! Респект! Моё уважение! Респект и уважение! Реально хорошо стреляет! Закрыл? Закрыл? Закрыл! Ублюдок! Так... Лучше я перейду к... Мой крупнокалиберный. Лара, изготовь мне побольше таких, пожалуйста. Ах! Взрывы! Ах! Ах! До свидания! Ну давай Сальва их же подперевает Я молодцы Эксперты Кто там стреляет Ага, вижу, вижу Вообще не вижу Черт, кончились Да зараза, сколько же вас здесь Давай Есть, отлично Давай Это все в этой зоне Или есть еще красавцы Вот это я возьму Он на производство пойдет Облутываем все Забираем все Ничего не оставляем Это главные правила выживания Да, все трясется Сейчас этот кусок китежа Тоже пойдет на дно Все мы это знаем Все это проходили Так Так Произведите-ка Пожалуйста Побольше меня О, вижу Вижу костерок Для чтения Да Да, я здесь Гора монет Сколько даст Пять Гора монет Это раз в пяти Мы с Ильей Попробуем добраться До дальних холмов К логову старого медведя Троица все еще внизу На старой советской базе Мы дождемся глубокой ночи И отправимся в путь Риск огромен Но выбора нет Грядет бой Вряд ли мы переживем его Без целебных трав А они растут только в холмах Так Того парня Звали Илья Что ж Теперь мы знаем Как его зовут Он для нас бесполезен был Но Все равно интересно О Что я пропустил Ну Так Ну это испытание А монетка Только одна была Чисто можем сейчас Телепортироваться И забрать Чтобы потом Просто не идти туда дальше Снова О Базовый лагерь Что можем модифицировать Могу все модифицировать Мне это очень нравится Усовершенствованный отражатель Отражать снижает заедание И повышает скорострельность Толку 0 Для винтовки здесь пока 0 А вот подробашу Надо поработать Особый спусковый механизм Повышать чувствительность Спускового крючка Упрощает И ускоряет стрельбу Выбрасыватель Плавный Снижает вероятность Заедания И ускоряет заряжение Скоростная стрельба Ускоряет подачу патронов Повышает Темп стрельбы Кожух ствола Вот это Повозьму Нам нужно Скорость увеличить С него Потому что Когда мы будем Пользоваться Вот это будет Ого-го Так А сейчас пока Давайте-ка мы Отправимся с вами За монетками Вот этот Прекрасный Славный регион Итак Где Эти монеты Ну вот сейчас Патрошек наберем Так Они наверху Потом мы кстати Теперь знаем Что Эти рации Распространяются На всю территорию Что В принципе Хорошо Для нас Что в принципе Для нас Хорошо Давай Все 15 штук Тут что-то горит А нам теперь Куда Дожди А куда Она теперь Как бы Вот сюда Получается Да Ну сейчас Может тебя Телепортировать Сюда Обратно Костерок У нас Есть А Стоп Костерок У нас Есть А Что Делать Стрела Буду А Давай Стрела Мне Делай Гребки Драть Лишь Чего Гребку Делать Не хочет Все Забираем Все Забираем Мое Дерево Мое Хорошо Здесь Березы Полно А Если бы Ее Не было Если бы Была Мало Березы Это Как Тогда Обходились Бы Лекарственные Травы Тоже Надо Брать То есть Их Никуда Давай Уже Лазы Зай Так Так Это Есть Хорошо Сейчас Еще Лекарственные Травушки Возьмем И Отполь А Еще Руду Руда Здесь валяется Надо Взять Она Используется Для Производства Патрон База Подсказовок Неплохо Ну Давайте Отправимся Туда Вратно Да Так Все Забрали Все Собрали Все Выгрели Все Перегремели Да Нам Теперь Туда Получается Я Лучше Ветку Выключу А то Мало ли Сейчас Будет Какая Катсцена Но Теперь Только Я Только Я Есть Здесь Судьбе Вот Только Я Ничего Нам больше Не надо Только Я Только Я И Только Я Так Дайте Посмотрю У меня Так С чем Это Здесь Где-то Есть Еще Одна Висит Тут Прямо Рядом Покой Не Дает Может Вот Здесь Где-то Висит Просто Я Не Наблюдал А Здесь Я Смотрю Лагерь Обосновали Какой-то Маломальский Мало Ли Может Висит Я Просто Не Замечаю Нет Нет Ну Ладно Если Что Потом Можем Всегда Перепроверить Все Это Так Ладно Включу Пока Что Если Будет Начнется Я С Быстренька Лучше Так 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 Оу Сэр Никогда Не Выходите На Даму С Руком А тем Более С Винтовкой Мосинкой Это глупо Прошло Десять лет С тех Пор Как Мы Потеряли Китиш В первые Годы Мне Казалось Что Долго Мы Не Протянем Но Мы Потомки Некогда Великого Народа И Мы Выжили Борьба За Выживание Стала Для Нас Сначала Привычкой А потом Смыслом Жизни Мы Больше Не Вымираем Пусть Былое Величие Ушло Безвозвратно Но Мы Переживем И Эту Зиму И Следующую Я Верю В это Всем Сердцем Потому Что Господь Дал Мне Знак Прошлой Ночью Наш Лагерь Забрел Дикарь Истощенный Трясущийся В лихорадке Мы Накормили Его Остригли Спутанную Бороду И промыли Раны Остальные Пока Не узнают Его Ведь Прошло Столько Времени Но Я Знаю Это Пророк Пророк Вернулся К нам Дать Угадаю Декарт И Яков Да Ахиллесовый петал! Я нашёл его Ахиллесовый петал! Нет, ну серьёзно, забавно звучит немножко. В данном случае. Я Ахиллеса нашёл местного. Ведь не скажешь, что я его не нашёл. А пока-то нашёл же. Могу я тут попасть по этому? Это же враг, да? Так, и теперь это возьму. А, это наше. Выключи пока. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Понял, идём. А чего мы их просто канатами не забросаем? Хорошая мысль! Она здесь! Ты чертовски прав! Есть ещё желающие! Парни! К вам трындец! Чёрт! Кончились! Выкус eggs! Ой, зараза! Давай, давай, давай! Есть! Да, ранено, но не убито. Давай, есть. Надо отходить, надо отходить. Я тебе в голову выстрелил, что у тебя черп сделан? Ладно, так уж и быть. Тарабаш, твой выход. Да, ты под обстрелом, под обстрелом у меня, Тузя. О, добрый день, парни. Давай, давай, есть. Отлично. Молодой человек, вы где там? Ага, вижу. Ну, да, не прикурит. Давай. О, 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 о. Замечен враг. Элитники. Так, это тяжелобаронированные. Давай, 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 давай. Да, 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 да. Вперед, вперед, вперед. Силу перекатов. Давай. Давай, есть. Это уже смертельный. Получен достижение, рука помощи. Эй, дай тебя плутать. Ну, давай, рассказывай, пророк. Это что еще за такие магические появления и исчезновения? Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили Китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его сил. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Бессмертные. Бессмертные. С какого ляда? Так. И как бы я вернулся наверх к Якову? Просто чувствую любопытство. Я же понимаю, что они же были вон там наверху. А тут тайник с монетами. А тут какой-то документ. Меня не дают никуда не туда сходить. Нет. А, нет. Я смогу сюда зайти. Я смогу. Но потом. Когда найду ближайшую точку сохранения. А сейчас мне надо идти к гребному собору вот сюда. Ладно. Сходим прогуляемся. Я не возражаю. Почему? А, стоп. Там есть за что зацепиться? Зацеп или прицеп? Нету, конечно, никакого ни зацепа, ни прицепа. Зато, учитывая, что здесь обитают яматайские бессмертные, я начинаю думать, что, скорее всего, этот миссия де пророкус... А нельзя мне было этому обучить на уровне с папой игрой? А, это мне что-то попрыгать надо, да так? Типа прыжок веры, да? Так, вот этот я сразу помечу, чтобы его не терять. Ага, вижу. А вот тебя не помечили. Давай рассказывай мне здесь местные тайны. Что тут у нас еще есть в зоне пустырей? Тут вроде все. А, вот в зонах всех остальных... А так, кстати, у нас же с вами пока этот квест не выполнено, да? Да, он не выполнен. И вот здесь еще, кстати... В общем, аварийных тайников и всякой прочей мишуры здесь ох, как полно. Лара, я, конечно, все понимаю. Вот можешь нормально залезть? Спасибо. Спасибо. Зачем не крюк кошка? Ледоруб кошка. Идеальное применение. О! Я отсюда вижу факел, который поджигали мы. Хе-хе-хе. Зацепитесь за уступ, чтобы забраться на далекий суп и поразать ее оборуд во время прыжка. Ну, это крюк кошка. Классический ларин крюк кошка. О, здрасте. Плоть земли отдала нам свои богатства. И мы научились выживать и обеспечивать себя. Нефть сочится на поверхности земных недр. Мы собираем ее в глубоких низинах, пещерах, берлогах и могилах предков. И она прекрасно горит. Во время войны мы окунали в нее наконечники стрелы и поджигали их. Дальше в глубинах бегут блестящие жилы металла. Из него окуются простые инструменты. Но однажды он понадобится нам, чтобы починить советское оружие. Даже если ты находишь гармонию с природой, не жди, что ты найдешь ее с другими людьми. Да, природе-то насрать на все, а это ты под нее должен подстраиваться. А люди говорят, нетушки, давай-ка кто-то из нас будет подстраивающимся. И тут начинаются конфликты, интересы, войны. Я из термоса наливаю, он потом немножко остывает, если легче, да. Хотя, в принципе, давайте мы, наверное, вот на этом моменте вот здесь сегодня остановимся, ребят. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно посмотрите предыдущее видео. Тем более, что Напалм там... Ох, какой хорошенький, горяченький вышел предыдущий и постпредыдущий видео. Посмотри обязательно, буду очень рад. Ссылочки в описании на плейлистик. Ну и, конечно же, ребят, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Ставим лайки, комментарии пишем, и я их с удовольствием озвучу. Ну а с вами был Вескер, Амрилла Тачинг. Всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok